Дети диктаторов. Может ли дочь Путина занять царский трон и куда пропал Коля Лукашенко? Советские янычары, как по приказу Москвы у так называемых врагов народа, отбирали детей и превращали их в верных солдат империи? И как выглядит имение Алины Кабаевой в Майами, которое ей прикупил хозяин Кремля? Это исторические факты. Мы рассказываем, что на самом деле из себя представляет русский мир. Здравствуйте. Уже 19 тысяч украинских детей украла Россия с временно оккупированных территорий Украины. Несовершеннолетним украинцам меняют гражданство, имя, дату рождения и отдают на усыновление. Кого воспитают из похищенных детей? Вопрос риторический. Ну а на самом деле Путин просто копирует методы своих предшественников. Ведь все это уже было в Советском Союзе. И вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Маленькие жертвы большой системы. Как в СССР забирали детей из семей репрессированных? Их называли детьми НКВД. И селили в детские дома, больше похожие на тюрьмы. Что ты не так сделал, что ты не так сказал. Что ты сделал не так? Ты политический. Ты враг народа. Политический враг народа. Перевоспитание от НКВД и лагерные ясли в ГУЛАГе. Новые фамилии, даты рождения. Мамина фамилия, которая была Березинская, они сделали Березанская. Как Кремль отнял счастливое детство у сотен тысяч детей. Из реальных семейных воспоминаний ее память сохранила буквально несколько. Я в кухне. Сижу на подоконнике. Передо мной стоит папа. Лицо я не помню. Я помню его белые кучерявые волосы. И я вот так ими играю. Мария прошла все круги ада советских репрессий. Ведь она с братом родилась в семье одного из главных кремлевских врагов. Отцом Марии был Роман Шухевич, главнокомандующий украинской повстанческой армии. Был один случай. Он шел по улице. Был один случай, что он шел по улице. А я была дома. Через окно я его увидела. Начала. Ой, папа, папа. Ой, татуся, татуся. А мама говорит. Нет, нет, это не он. А Юра, брат, говорит. Да, это папа. Но об этом нельзя никому говорить. Он скрывался. Тобто, он переховывался. Чтобы спастись от преследований, жена Шухевича Наталья подает на развод. Но чекисты все равно ее арестовывают. Вместе с двумя детьми. Одиннадцатилетним сыном Юрием и четырехлетней Марией. Мать отправляют в лагерь. Детей просто из тюрьмы в детдом под строгий надзор воспитателей. Я чувствовала там, что я не такая, как все остальные дети. Что за мной какой-то след тянется. Что на меня какое-то специальное внимание. Специальное внимание и строгий контроль. Ведь ребенок политический. То есть по такой статье, по которой осудили родители. Через несколько лет брат Марии Юрий из детского дома сбежит. И почти сразу попытается забрать и сестру. Но его арестуют. Хотя на тот момент он все еще несовершеннолетний. Я приписываю то, что Юру арестовали. Я ставлю это в вину себе. Потому что Юра тогда приехал за мной. Забрать. В 1948 году. Он приехал тогда, чтобы меня украсть. Чтобы меня выкресли. Как, несмотря на новые документы и годы заточения в разных уголках СССР, ей удалось узнать правду о своем настоящем прошлом. Расскажу далее. А сейчас о том, как советская система массово разрушала судьбы детей тех, кого назначали врагами народа. Было такое общество Красного Креста помощи политическим заключенным. Там были зафиксированы письма, где писали дети, которых арестовали по 58-й статье. Это было еще в 29-м году. Самому старшему было 14 лет. И их судили за антисоветскую агитацию. О том, что сын за отца не отвечает, Сталин скажет еще в 35-м. Это уже тогда будет ложью. Ведь садить за решетку всех членов семьи политзаключенного было как раз его инициативой. Начиная с 1935 года в составе НКВД СССР был создан отдел, который назывался отдел трудовых колоний для несовершеннолетних. По настоящему детским вопросам чекисты по указу кровавого диктатора займутся в 37-м, когда Сталин начнет свой большой террор руками Ежова, внедряя преступные законы, которые касались и детей. Практика тоталитарного режима, что коллективная ответственность возлагалась на всю семью. То есть, если объявляли одного человека врагом народа, считалось, что и вся семья враги народа. И их объявляют преступниками просто по факту семейной связи. После массовых расстрелов на попечении власти остаются тысячи детей, лишившихся родителей. Ежовский закон 00486 фактически регулировал правила для всех возрастных групп. Особо пристальное внимание к детям 15 лет и старше. Их советы перевоспитывают адским трудом. Почему идет про эксплуатацию? Это же была идея, знаменитая идея, что работа выховывает. Почему речь идет об эксплуатации? Это же была знаменитая идея, что труд воспитывает. Так вот, например, чтобы вы просто понимали, промышленно-финансовый план отдела детских колоний составлял 135 миллионов рублей. Вы представляете себе, сколько нужно было выработать продукции на 135 миллионов рублей? Это детскими руками. Повторяю, детскими руками. Повторю, детские рук. Но чекисты работали и на идеологическом фронте, проводя с детьми специальные уроки. Их называли детьми НКВД. Этих детей фактически заставляли отречься от своих родителей. Ломали детскую психику. Говорили, что их родители преступники, а они дети преступников. И, соответственно, должны нести ответственность. Детей помладше отправляют в детдома специального типа. Строгий режим, охрана, колючка по периметру. Фактически это обыкновенная колония, но только для детей. Люди, которые прокачаны идеологически, они всегда очень плохо относились к этим детям. Поэтому факты наказания, избиения, наказания, где закрывали в холодную комнату карцер, если ты не так что-то сделал, не так сказал, значит ты политический. Ты враг народа. Тяжелые условия там были. И физическое насилие со стороны персонала. И фактически умышленно создавались условия для того, чтобы дети страдали. Отсутствие нормальной пищи и медикаментов. Родственникам и друзьям семьи забрать ребенка из детдома было практически невозможно. Но лишь их помощь и неравнодушие часто спасало от тяжелых условий спецучреждений. Так случилось, например, с дочкой известной украинской актрисы Мареей Капнист, которой помогали ее друзья. Она была и репрессована, и провела... Она провела в лагерях множество лет своей жизни. Она была дважды репрессирована. Ребенка у нее забрали, отдали в детдом. Ее подруга договорилась, чтобы ребенка перевели в Харьков, где проживала эта подруга. И она ходила к девочке постоянно, посещала и помогала. Совсем нелегко было детям ГУЛАГа и других лагерей. Ведь с матерями не разлучали только самых маленьких до 4 лет. Они тоже ехали по этапу, часто не выдерживая тяжелого пути. Очень тяжелые испытания там были. В целом, эта местность – крайний север Сибирь, Магадан. Это настолько тяжелые условия, что и климат, и плохое питание, постоянной болезни, очень много умирало детей в раннем возрасте. А некоторые узницы ехали уже беременными. Там их новорожденных ожидали лагерные ясли, где строгий режим распространялся и на их маленьких обитателей. Если кормили, то поскольку нужно было быстро группу накормить, это происходило следующим образом. Ребенка привязывали руки к телу и наталкивали кашей. Ребенок просто не всегда успевал даже прожевать и глотать эту кашу, не прожевывая, потому что понимал, что ну иначе не будет. Уже в 4 года таких детей также отдавали в детские лагеря, и контакт с ними матерей прекращался. Но и выйдя на свободу, найти свое дитя было не так просто, ведь система делала все, чтобы родные не могли воссоединиться, часто пересылая детей в другой город или даже республику. Они переставляли документы, где есть свидетельство о рождении, да, ну и там кто родители и так далее. Что случалось, когда ребенок достигал возраста, когда нужно получать паспорт? Возникал вопрос, какая будет фамилия. Для этого руководитель детского дома, когда отправлял документы, давал другую фамилию. Так случилось и с Марией, дочерью Романа Шухевича. В ее документах от правды не осталось практически ничего. О том, кто она на самом деле, девушка узнает только в 56-м году от матери, которая вернулась из тюрьмы. Вы даже не представляете, как мне это было тяжко воспринимать. Я была уверена, что советская власть просто святая. Мы начали копать детали, как случилось с мамой, как случилось с бабушкой, как со второй бабушкой, с папой и с Юрой. Это было очень тяжело психологически. Через так называемое перевоспитание прошли сотни и сотни тысяч детей. Большинство из них так никогда и не узнало, кем были их родители. Поэтому многие верой и правдой служили Кремлю. Спустя десятилетия история снова повторяется. Новый российский диктатор ворует украинских детей, чтобы воспитывать из них верных слуг своего режима. Катерина Павловская. Исторические факты. Дочери Путина вышли в свет. Последние несколько лет они хоть и редко, но мелькали в телевизоре. Но чтобы обе сразу и на одном мероприятии, такого еще не было. Мария Воронцова и Екатерина Тихонова выступили на так называемом международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Поскольку в автократиях ничего просто так не происходит, то синхронное появление на публике дочерей Путина начали трактовать как некий старт их политической карьеры. Ведь как ни крути, но каждый диктатор пытается построить империю, посадить оппонентов и воспитать из отпрыска своего преемника. И вот вам исторические факты. Наследники престолов. Тайны жизни Коли Лукашенко. Он всем абсолютно обеспечен. Девушка, похожая на Путина. Я не могу исключить, что они являются родственниками. Кого готовит себе в преемники президента Азербайджана? И всегда ли у детей президентов жизнь как в сказке? Богатые и знаменитые. Потомки лидеров. Их жизнь окутана тайными, тщательно охраняемые спецслужбами. Какую роль в будущем своим детям готовят их влиятельные родители? Этот мальчик впервые появился на публике еще в 4 года. С тех пор он не сходит с белорусских экранов. Коля младший и самый любимый сын Александра Лукашенко. У него тысячи поклонниц в соцсетях. Он живет в условиях, когда он всем абсолютно обеспечен. Когда все люди, которые его окружают, это его прислуга. Понимаете? Никто не на равных. На равных только он может быть с отцом. У Лукашенко, кроме Коли, есть еще два сына. Оба пристроены на руководящие должности в госструктурах. Но они не публичны и остаются в тени своего отца. И только Коля всегда рядом. Вот они вместе картошку копают, а вот уже играют в хоккей. Сам белорусский диктатор только раз обмолвался о матери Коли. Под это описание подходит лишь одна женщина. Бывший врач Лукашенко. Он сам стал рассказывать про какие-то вот эти небрачные связи с какой-то там докторшей. Которую не знает где никто вообще. Что с ней, как она. Лукашенко возил с собой Колю даже на международные встречи. Журналисты прозвали парня принцем Беларуси. Иногда казалось, что с Коли политтехнологи действительно лепят образ подрастающего главы государства. Но все изменилось после выборов президента Беларуси в 2020 году. Страну охватили протесты из-за фальсификации результатов. Лукашенко на уступки митингующим не пошел. Вместо этого появился с автоматом. Рядом опять Коля. Несовершеннолетний в тот момент парень тоже с оружием в руках. Сейчас Коля учится в Белорусском государственном университете. Еще на первом курсе он стал единственным студентом, которому назначили повышенную стипендию. Как одаренному юноше стипендию Лукашенко-младшему выписал Лукашенко-старший. Что такое обладать безграничной властью, а потом потерять все, знает дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара. Ее называли одной из самых влиятельных и богатых женщин Центральной Азии. И похоже, этим она пользовалась сполна. До 2013 года журналисты считали ее реальной претенденткой на президентское кресло. Гульнара Каримова имела амбиции и большое желание прийти во власть и сменить своего отца. Она построила бизнес-империю, даже попробовала себя в роли певицы, выступая под псевдонимом Гугуша. Все изменилось после ряда скандалов. Гульнару заподозрили в коррупции, отмывании денег, сокрытии огромного состояния. Началось международное расследование. У Гульнары возник конфликт даже с отцом. Девушка, которая имела все и претендовала получить наследственный трон, вдруг стала врагом. Каримов, будучи уверен параноидальной манией, что Гульнара готовит какой-то переворот. После смерти Ислама Каримова Гульнару арестовали. Появились слухи, что ее хотели убить. Во власти остаются заинтересованные, высокопоставленные чиновники, которые желали бы того, чтобы Гульнара молчала. Сейчас она в тюрьме и на свободу выйдет, похоже, не скоро. Какое-то проклятие оно сопровождает все эти династии автократические, Востока. И по очень редким случаям почти нигде наследники не были успешными детьми своих родителей. А вот российский президент своих детей предпочитает не светить. Жизнь двух дочерей Владимира Путина – государственная тайна. Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Но информация все равно просочилась в печать. Да и как ее спрячешь, если дочь Путина стала призером чемпионата по акробатическому рок-н-роллу? Правда, под другой фамилией – Екатерина Тихонова. Почему он скрывал детей от общественности, российский диктатор объяснил так. Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Журналисты-расследователи только в 2020 году выяснили, где же работали дочери Путина. Одна занимается, она врач, строит сейчас большой центр. Кстати, на деньги Банка России, в том числе онкологический под Перебургом. Другая при МГУ у него фонд «Ина практика» разные исследования проводит. Все прекрасно понимают, что это фонд дочери Путина. Несмотря на наличие папы диктатора, у дочерей Путина нет претензий на должность отца. В России транзит власти будет точно не семейный, убежден бывший депутат Российской Госдумы Илья Пономарев. Если бы у Путина были бы сыновья, то вероятность того, что и Путин бы пытался передать по наследству, она была бы очень высока. Но поскольку у Путина дочери, а наследование по женской линии не принято, вот в монархическом ритуале. В 2020-м на российском властном Олимпе появилась новая загадка. Копия Путина. Об этой девушке написали расследователи российского издания «Проект». Все, кто видели фотографии, поражались большому сходству, гораздо большему, чем у двух других дочерей, которых мы знаем. Зовут девушку Елизавета. В документах о рождении указана лишь мать. Но по отчеству она записана как Владимировна. На девушку вышли через ее мать, член управления крупного российского банка Светлану Кривоногих. До того, как стать мультимиллионершей, Кривоногих работала уборщицей. Но в начале нулевых неожиданно разбогатела, словно выиграла в лотерею. Журналисты подозревают, лотерейным билетом оказался Владимир Путин. Широкий круг людей это знал на тот момент. И важный момент, что эти отношения, если они были, они прекратились не позднее, мне кажется, середины, второй половины нулевых. Чтобы выяснить, действительно ли общие черты у Елизаветы и Владимира Путина, мы обращались к известному пластическому хирургу Дмитрию Слоссеру. Активно наследуется, и это является мужской доминантой, это вся нижняя часть лица, это ямочки в области подбородка. Тут очень много сходства. Я не могу исключить, что они являются родственниками. А это уже дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, звезда Востока, так окрестили Лейлу, старшую из сестер. Ни одно важное событие в стране, кажется, не проходит без ее участия. И Лейла, и Арзу были женами российских бизнесменов. Их роскошная жизнь была предметом интереса и желтой прессы, и хроники. Пресса даже рассуждала о шансах Лейлы стать преемницей отца. Такой транзит власти прижился во многих постсоветских странах. Но репутацию Лейлы Алиевой подмочил офшорный скандал, когда журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовали так называемые «Панамские счета семьи Алиевых». Так называемый «Панамский кейс», в котором фигурировала старшая дочь Алиева Лейла. Согласно этим документам, дочерям шло 70% доходов от золотых рудников Азербайджана. Была разоблачена целая система недвижимости в Дубае, например, 9 поместьй. Это и недвижимость под Москвой, огромное и менее в тысячи гектар, также принадлежащая семье Алиевых. А вот о состоянии северокорейского лидера Ким Чин Ына можно только догадываться. Лидер самой закрытой страны мира также унаследовал свой трон от отца, Ким Чин Ира. Он быстро взял власть в свои руки и первым делом расправился с родственниками. Угрозу увидел даже в своем дяде, которого впоследствии казнили. Он убивал своих родственников. Известно, например, что также своих подчиненных он убивал из огнемета. То есть такой способ казни ужасный. Загадочно погиб и родной брат Ким Чин Ына. Брат был таинственно убит в Куала-Лумпуре. Ким Чин Нам. Тот, который рассматривался даже больше, чтобы занять должность наследника. Нынешний лидер Северной Кореи окружен сказочной роскошью. Дорогие дворцы, автопарк. Но будет ли так продолжаться всегда? История показывает, что все может измениться в любой момент. Интересно, как будет на корейском сказочная Балли. Ведь Владимир Путин отыскал для россиян новый райский уголок в Северной Корее. Пусть и не Балли, но зато как в сказке за 39 земель. По словам диктатора, уже формируются группы, которые отправятся туда этим летом. В переводе с барского языка начальство составляет списки холопов, то есть бюджетников, которых добровольно принудительно отправят загорать к товарищу Киму. А вот московскую элиту мы там навряд ли увидим. Они привыкли к совсем другому сервису. Фактически до полномасштабного вторжения России в Украину даже самый мелкий кремлевский чиновник выбирал Европу. Ну а у начальства повыше считалось моветоном не иметь на загнивающем Западе захудалую квартирку или виллу в зависимости, кто сколько украл. Даже самый главный российский патриот Владимир Путин этим грешил. Своей возлюбленной Алине Кабаевой купил роскошную виллу не в мыткищах, а в Майами. Так сказать, в самой главной стране НАТО, которая, если верить кремлевской пропаганде, угрожает существованию России. Возможно, хитрый кремлевский план заключался в том, чтобы Кабаева и прочие российские патриоты в час Че ударили врагу в спину или как минимум организовали очаги сопротивления в его тылу до подхода основных сил. Судя по размерам поместья Кабаевой, она бы продержалась дольше остальных. И вот вам факты. Где отдыхают богатые и знаменитые? Лакшери имение в Майами. Где жила фаворитка Путина Кабаева? Путин купил вот это имение. Кто из украинских чиновников и звезд прикупил тут самые дорогие квадратные метры в мире? Это мои потенциальные клиенты, я не хочу их терять. И почему россиянки массово ездили рожать в Майами? Флорида, Атлантическое побережье Америки. Самый южный штат, излюбленное место отдыха американских миллиардеров и богачей со всех уголков мира. Вот это резиденция Дональда Трампа. Посторонним останавливаться возле имения запрещено. Здесь и тротуаров, как таковых, нет. У резиденции круглосуточно дежурит полиция. Неизвестно, когда приедет хозяин. Здесь 45-й американский президент принимал лидеров пяти карибских стран, премьера Японии и даже руководителя Китая. Надеюсь, мы будем иметь хорошие отношения. Мне кажется, нам удалось подружиться. Подслушать разговоры самых влиятельных людей мира может практически каждый член закрытого клуба в Мар-А-Лага. Их около пяти сотен. Среди них певец Элтон Джон, режиссер Вуди Аллен, частый гость здесь и входящий в двадцатку самых богатых россиян Дмитрий Рыболовлев. Ощущение глубокого удовлетворения и счастья. После того, как Трамп стал президентом, членство в клубе сразу подорожало вдвое. Единоразовый взнос 200 тысяч долларов, плюс ежегодный абонемент стоит 14 тысяч. Но большие ли это деньги для тех, кто покупает недвижимость за миллионы? Впрочем, Палм-Бич во Флориде далеко не самый дорогой город. Майами – вот настоящая жемчужина на Атлантическом побережье. Чтобы познакомиться с курортным мегаполисом, мы пересаживаемся из бюджетного седана на Мерседес VIP-класса. Его хозяйка Мария родом из Полтавы. В Майами она продает элитную недвижимость преимущественно для выходцев из подсоветских стран. Сейчас мы въезжаем на территорию Сани Айлс-Бич. Его еще называют «маленькой Москвой» из-за того, что здесь живет весь бомонд и все сливки общества выходцев из стран СНГ. Магазины с русскими названиями, рестораны и даже пресса. Русский для Майами стал третьим по употреблению языком после испанского и английского. Здесь, например, живет бывшая участница Виагры Анна Седокова, когда не развлекает россиян в Москве. Много времени в Майами проводит и Наталья Королева, которая является персоной Нонграта в Украине. Но самый интересный дом – вот этот. До полномасштабного вторжения в Майами часто приезжал известный украинский ресторатор и нардеп Николай Тищенко. Его последняя жена тут родила ему сына. Рожать в Майами очень популярно. Около 150-200 человек едут сюда рожать. Евгения – собственница туристической компании. Она и сама рожала в Майами. Одно из преимуществ таких родов – это то, что ребенок автоматически получает право на американское гражданство. Стоит удовольствие от 15 тысяч зеленых. Есть бизнес-леди, есть домохозяйки, домохозяйки состоятельных мужчин. Очень много молодежи. Но больше остальных до войны сюда приезжали рожать россиянки. По слухам, здесь принимали роды и у путинской фаворитки Алины Кабаевой. Сейчас мы проезжаем мимо дома Алины Кабаевой, которой Путин купил вот это имение, по слухам. То, что у бывшей гимнастки и фаворитки Путина до полномасштабного вторжения России в Украину была недвижимость в Майами, подтверждали и открытые источники. Более того, на Кабаеву были зарегистрированы имения еще и в Беверли-Хиллз и в Детройте. Впереди колоссальная, большая работа. К имению Кабаевой нас, конечно, охрана не подпустила. Но в похожем доме мы побывали. Это вилла американского врача, который попросил не называть его имя. Имение в средиземноморском стиле. Мрамор, антикварная мебель, собственный причал, рыночная цена от 15 миллионов долларов. Такие имения у очень высокооплачиваемых американских эскулапов вопросов не вызывают. А вот откуда деньги на это у чиновников из постсоветских стран? Они просто вывозят деньги и паркуют их в недвижимость. Секрет прост. Отмывать нечестно заработанные деньги в Майами очень выгодно. Во-первых, это хорошая инвестиция. Цены на жилье здесь постоянно растут. А во-вторых, никто у тебя не спрашивает, откуда у тебя деньги, если ты покупаешь за кэш. Никого не волнует, откуда у тебя деньги, чем занимается человек. Две спальни, джакузи, сауна, собственный пляж, эксклюзивная кухня и, главное, вид на океан. В подобных квартирах в этом жилом комплексе живут в том числе и украинские випы, депутаты и экс-чиновники. Нет, я не буду их называть, потому что это мои потенциальные клиенты, я не хочу их терять. Установить, кто же именно владелец недвижимости, не так уж просто, ведь ее обычно записывают на третьи лица. Это уже отработанная схема. По данным журналистов проекта схемы, пентхаус в пригороде Майами в 2010 году приобрела племянница Виктора Шимчука, бывшего народного депутата. Безработная студентка под документом заплатила 325 тысяч долларов. Сам Шимчук свою причастность к покупке отрисал. Но знаменитости, которые особенно ценят приватность, покупают недвижимость в другом месте, куда просто так не попадешь. Это Фишер Айленд, в переводе – рыбацкий остров. Но живут здесь далеко необычные рыбаки. На этот искусственный остров можно попасть только по приглашению одного из его жителей. Средний доход каждого жителя – более 2 миллионов долларов в год. Если сравнивать с Палм-Бич, где живет Трамп, там средний доход жителей – 1 миллион. Даниэль Цинкерман – местный предприниматель, согласившийся провести нас на остров. Здесь живут такие теннисисты, как Андрей Агасси, Каролина Возняцкий, а еще телеведущая Опра Уинфри, люди из списка Форбс, спортсмены и предприниматели. Светить на острове телекамеру – большой риск. Торжение на частную территорию в США строго наказывается. Поэтому почти все съемки из автомобиля. Видите, по карте здесь 18 теннисных кортов. Но больше всего места занимают поля для гольфа. Самый распространенный транспорт на острове – машины гольфистов. По парку гуляют павлины и няни с детьми. Большинство жителей в тот день были на яхтах, наблюдали за авиашоу, которое проходило в Майами. Даниэль Цинкерман показывает нам квартиру одного из своих знакомых. Здесь будет два частных лифта и даже один для автомобиля. Цена подобного пентхауса стартует от 30 миллионов зеленых. Но это еще не все. Каждый год за него нужно будет платить в местную казну налог, несколько процентов от стоимости и дополнительное пару сотен тысяч долларов за коммуналку. Это включает доступ к частному спа, семи ресторанам, частному пляжу, 18-ти теннисным кортам, гольф-клубу. И главное, чем они здесь гордятся – это безопасность. Чтобы не испытывать на прочность нервы местных секьюрити, мы решили побыстрее покинуть остров. Из Майами Андрей Борис – исторические факты. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин